когда я получил эту матку я очень радовался надеюсь вы видели обзор с распаковкой матка откладывала яйца регулярно но выхаживала только одну личинку скармливая ей весь расплод при этом насекомина отказывалась от другой еды что я ей предлагал я полагал что это причина стресса из-за долгих переездов и пересылок и потому старался не беспокоить американку бескрайней необходимости пересадил ее я лишь однажды это когда заметил что ватный тампон в пробирке в которой она приехала порозовел если вы такое видите это явный знак менять пробирку как можно скорее что я и проделал и вы сейчас видите этот процесс на ваших экранах первоначально я не придал значение тому что на спине матки прилипло яйцо одно из ее собственной кладки как только я пересадил поганомир микшу я успокоился и оставил матку в покое а если бы я знал что произойдет впоследствии то при пересадке я бы убрал это злополучное яйцо со спины насекомого почему я этого не сделал сразу я думал что яйцо само по себе отвалится или матка сама себя почистит ведь муравьев что кошки регулярно вылизываются но время шло и яйцо высохло и вроде бы ничего не предвещало беды больше всего я опасался того что матка отказывалась от всей еды предлагаемой ей но при этом она всюду таскалась с одной единственной личинкой практически в то же время кладка американской жничихи пошла на убыль и однажды совсем прекратилась я не связываю и теперь это загрязнением спины потому что прежде чем появился первый налет матка начала худеть а прогресса роста личинки не наблюдалось прошел месяц прежде чем я обнаружил первый пушок а тот свою очередь начал прогрессировать стремительно почему такое происходит причины до конца не исследованы общее ослабление плюс стороннее заражение скорее всего я среагировал практически мгновенно нужно было спасать матку на второй день вечером после обнаружения я решил провести операцию по лечению опыта в этой сфере никакого на практике муравьи с подобным диагнозом обречены но за попытку не бьют и я особо не надеялся на то что операция что я задумал увенчается успехом стал вопрос как лечить вернее какое средство использовать стриптоцит или перекись водорода перекись водорода отлично убивает всякую плесень и нейтрализует большинство видов предоносных микроорганизмов стриптоцит же действует немного иначе но суть остается та же мне необходимо уничтожить внешнее заражение не повредив при этом муравьиной матки как я говорил ранее опыта по лечению таких крох у меня не было никакого но зато большой и успешный опыт по лечению стриптоцитом аквариумных рыбок я имел но все когда-то происходит впервые и так я решил больше не ждать и действовать без промедления я подготовил два ватных диска немного ваты и две зубочистки пузырек с чистой водой для так сказать анестезии насекомого если кто видел видео где я наносил метку на подсаживаемого винатора то уже представляет как я буду этот пузырек использовать кто не видел ссылку на видео оставлю в подсказках правом верхнем углу лечить я все же решил перекисью водорода стриптоцит в таблетках мне показался менее удобным для составления дозировки а необходимую концентрацию перекиси проще было рассчитать первонаперво приготовим хирургический инструмент его я сделаю из зубочисток и ваты я сделаю несколько ватных тампонов разной формы и конфигурации принцип изготовления очень прост берете немного ватки и наматывайте ее на зубочистку я намотал три разных по плотности тампонов а один конец зубочистки оставил пустым им я хотел отделить и перенести личинку с которой возится матка и прежде чем я помещу насекомое в емкость для усыпления нужно извлечь отходы жизнедеятельности из пробирки вынимаю тампон и выгребаю крупный мусор я надеялся что личинка выпадет и я смогу ее отделить и перенести для сохранения во временное жилище блин какие умные слова я говорю надеюсь ветеринары и врачи из числа моих подписчиков не укатываются сейчас от смеха и меня особо не осудят за терминологию матка с личинкой и не рассталась и я убираю мусор совком чтобы он не мешался по пологой траектории сбрасываю матку в крышечку от пластиковой бутылки в которой ко мне приезжали винаторы матка выпала а личинка осталась пробирки все идет по плану приступаю к следующему шагу операции открываю баночку с водой и сбрасываю в нее муравьиную матку я боялся что у меня от волнения будут трястись руки как-никак это американская муравиха обошлась мне ни много ни мало а в 10 тысяч рублей но на удивление я абсолютно спокоен и уверен своих действиях и так моя задача обездвижить матку путем утопления те кто впервые видит эту процедуру и не знаком с анатомией и биологическими особенностями строения насекомых не пугайтесь насекомые легко и без вреда переносят кратковременное утопление устроены они не так как люди и чтобы долго вам ничего не объяснять отсылаю вас к школьному учебнику по биологии если кто не внимательно учился в школе и позабыл тому чему его учили будет самое время обновить свои знания ну а пока я прошу вас не впадать в панику я не пытаюсь убить матку все действия под контролем слабонервных же прошу перемотать этот ролик на момент реанимации и убедиться что с маткой будет все хорошо ну а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как только дыхальца насекомого переработают последний атмосферный кислород, матка начнет успокаиваться. А до тех пор моя задача удерживать ее под водой. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мои манипуляции наконец-таки дали свои результаты. Матка начала затихать. Весь процесс, если вы заметили, я отслеживал по песочным часам. И поверьте, этой процедурой я занимался не один раз и даже не два. Будьте спокойны. Как только матка затихнет, я отсчитаю еще приблизительно 30 секунд и извлеку ее из водного плена. Мягкой кисточкой, чтобы не повредить насекомому, я вынимаю и ложу пациентку обсыхать на сухой и мягкий ватный диск. Он впитает всю излишнюю влагу, окутавшую обездвиженное насекомое. В крышечку, в которую я заранее накапал 5 капель воды, я добавляю приблизительно 3-4 капли аптечного раствора перекиси водорода. Моя задача смазать зараженное место полученным раствором, что я и проделываю ватным тампоном, намотанным на зубочистку. Слегка поддерживаю матку пинцетом. Обработать пораженное место нужно максимально качественно и основательно. Теперь сухим тампоном я промакиваю спинку матки по ганамирмикса. Чтобы смыть лекарство, необходимо сполоснуть насекомое и удалить таким образом остатки перекиси с ее тельца. Теперь повторная процедура нанесения раствора двуокиси водорода на пораженные участки. Но на этот раз я использую максимально мягкий тампон. На всякий случай обработаю и брюшко матки и зачищу спинку более жестким тампоном. Концентрация перекиси теперь уменьшена еще вдвое. Затем смоченной воде кисточкой я убираю остатки влаги с насекомого. Как видите матка уже начала приходить в себя. Убедившись, чтоб операция прошла удачно, я направляю на матку теплые лучи от видеосвета, которые прогревают и окончательно просушивают насекомое, открывая все дыхательные поры для доступа кислорода. Без фанатизма просушив матку, я накрываю ее крышечкой на 5 минут приблизительно, чтобы дать окончательно прийти в себя. Я не буду терять времени, промою старую пробирку и подготовлю новый инкубатор для заселения. Кстати, личинка оказалась мертвой. Видео с контролем этого момента, увы, не записалось, так как камеру я просто забыл включить. Ну что ж, матка в новом доме. Я надеюсь, что операция прошла успешно. Теперь вся надежда на новое потомство. Как видите, спина насекомого чистая и на ней нет следов биологического заражения. Сняты эти кадры были спустя двое суток с момента операции. Если бы заражение осталось, то оно бы уже проявилось. Теперь я уберу страдалицу в темное спокойное место, чтобы матка могла успокоиться. На этом ролик сегодняшний окончен. Продолжение следует. Продолжение следует...